Строить в интересах жителей и в соответствии с законом. Такой позицией придерживаются районные власти и строго контролируют деятельность всех застройщиков на территории Щелковского района, в частности в ходе еженедельных стройчасов. Непростая ситуация с завершением работ в микрорайоне Потапова-1. При смене застройщика был утрачен ряд документов и возникли проблемы с передачей на обслуживание филиалу компании Мособленерго, двух электроподстанций и высоковольтного кабеля. Глава района призвал принять все возможные меры по восстановлению документации. Также обсудили перспективу строительства или реконструкции здания КСК «Городище» в городском поселении Свердловский. По просьбе района Министерство культуры Московской области готово включить объект в госпрограмму. Министерство культуры отнесся с пониманием к тому, чтобы включить. И я думаю, что в течение трех лет там будет все-таки построено дом культуры «Городище». Микрорайон Соболевка. Два года застройщик компания «Аркада» не может получить утвержденный проект планировки. В связи со сносом зданий станции переливания крови и психоневрологического диспансера, Минздрав требует не только построить новые, но и оснастить оборудованием. У застройщика таких возможностей нет. Районные власти ведут переговоры, чтобы исключить этот пункт из техзадания. Представитель компании «Промриэлт» доложил о ходе работ по реконструкции дома на Парковой-29. Два подъезда готовы, третий наполовину. Застройщик оформляет кадастровые паспорта для передачи инженерных сетей. Компания «Бизнесленд» активизировала работы на строительстве ЖК «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Сейчас на объекте работают 50 человек – кровельщики, каменщики, монолитщики. Материалы для этих профессий все завезены на 95%. ЭТП, оборудование заказано полностью, там 5 ЭТП, 4 плюс 1, парковка, нежилые помещения и 3 дома. Значит, два ЭТП уже собраны. Лифты, договор мы подпишем после 9-го, он сложный договор. Короче говоря, мы планируем начать благоустройство в конце июля месяца. У нас тоже есть надежда, что там все время будет работа закончена в этом году, и все наши дольщики получат квартиры. На «Стройчас» пришли руководители управляющих компаний «Варежки» и «Оболдина-1». В коттеджной застройке в городском поселении Загорянский острота возникла в области водоснабжения. Из трех скважин одна остановлена, вторая работает с перебоями. Тысячи жителей могут остаться без воды. К следующему «Стройчасу» глава района поручил создать рабочую группу и выработать предложение. По словам Алексея Валова, корень проблем в действиях прошлых загорянских властей, в свое время разрешивших застроить территорию площадью 250 гектаров и по численности населения, равную самой Загорянке. Когда у местной власти, я имею в виду, у главы ГП «Загорянка» была возможность давать решение на строительство, без детальной проработки проекта этого строительства, то, соответственно, абсолютно, я так понимаю, там была деформация профессионализма. И там, конечно же, все сделано настолько бездарно, что нам приходится в течение длительного времени на таких совещаниях непростых, с выездом на место, регулировать ситуацию. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».